Йоко Оно — это художник, который, безусловно, ассоциируется у нас со звездной парой Йоко Оно и Джон Леннон. Но стоит отметить, что Йоко Оно была состоявшимся художником до встречи с Ленноном и продолжила свой творческий путь уже после того, как стала его вдовой. Родилась Йоко Оно в состоятельной семье, ее папа был банкиром, и, несмотря на то, что родилась она в Японии, позднее они переехали в Америку. В Японии она училась в музыкальной школе, в Америке, в колледже Сары Лоренс, где были ее первые попытки в области искусства, в частности, статья про грейпфрут. Позднее грейпфрут станет ее такой визитной карточкой, потому что это фрукт, который состоит из скрещивания апельсина и помела, и она в некотором смысле тоже была грейпфрутом, потому что она была наполовину японкой, наполовину американкой, и вот эта проблема идентичности, возможно, постоянно прослеживалась в ее творческом пути. Также в ее творческой деятельности прослеживается идея о важности физического тела человека и неважности оболочки, в частности, одежды. Один из ее перформансов, внутри которого были два человека, они были внутри черного мешка, в черном мешке, и только зритель не мог наблюдать лишь за тем, как этот мешок двигается, и не мог видеть, что происходит внутри этого мешка. Также ее перформанс, в котором участвовала она сама, она повторяла перформанс много раз, последний раз в 70 лет, в котором она сидела, и любой желающий зритель мог подойти и отрезать кусочек ткани ее одежды. Перформанс делался до тех пор, пока она не оставалась полностью обнаженной. А позднее на выставке, где были представлены несколько работ, в частности, работа, которая называется «Да», это лестница, которая поднимается к потолку, и через увеличительное стекло на потолке написано слово «Да». Также на этой выставке было представлено яблоко, которое стояло на стеклянном постаменте. Один из VIP-гостей этой выставки нагло взял и отключил это яблоко. Этим гостем был Джон Ленн. После, собственно, этого образовался их такой творческий союз, и они долгое время были друг для друга вдохновителями и активно участвовали в общественной жизни. В частности, были против войны во Вьетнаме. Одной из акций, которую они провели, будучи в Амстердаме, они пригласили журналистов в свой. Номер в отеле, и прямо из кровати дали им интервью. Они говорили о том, что война может закончиться только в том случае, если каждый захочет, чтобы эта война прекратилась. Один из своих популярных синглов Imagine Джон Ленн создал во многом благодаря Йоко Оно. Он говорил об этом, потому что сама эта песня – это как своеобразная инструкция о том, с чего начинала Йоко Оно в самом начале. Это всевозможные инструкции, которые располагались в галерее, но выполнены не могли быть и вне, собственно, галерейного пространства. После смерти Джона Ленна она продолжила свою активистскую деятельность и продолжила создавать произведения искусства. В частности, при ее участии был создан монумент Imagine в Центральном парке в Америке. И также в реке Явике был создан световой столб, который раз в год с 9 по 10 октября включается и светит в небо, как некий такой проводник между нашим миром и миром в облаках. Йоко Оно – это яркий пример, как художник может удачно совмещать свою активную гражданскую позицию со своей творческой деятельностью. Продолжение следует... Продолжение следует...